мишаня побушевал все раз ковырил друзья приветствую у себя на канале сегодня немного отошел я от съемок землянки решил сделать небольшую разгрузку вот нахожусь я в лесу по уже бывалым местам изученным зимой но ни разу не бывавшим летом отправился я в одно из чудеснейших мест посмотреть какое оно из себя летом немного конечно напряжено лес здесь густой стопроцентно знаешь что здесь есть медведи уже на входе на тропу появляются признаки его обитания в этом месте и буквально еще через несколько метров я пересеку границу которую он помечал и зайду на его территорию немного непривычно но очень охота побывать в тех местах и побывать там летом сейчас пройду до метки про которую я говорил медведи помечают ее медведи помечают территорию царапов на дереве вот я как раз не подхожу кто смотрит давно уже видел эти кадры вот тут еще такое место солнце мало попадает вот друзья и первые следы какого-то зверя так непонятно но это у нас скорее всего лось вот здесь отчетливо видно звериную тропу и вполне возможно что здесь ходит лось зимой также лосиные следы попадались летом это место похоже на джунгли ну а нам идти дальше пробираться через эти дебри буду показывать интересные места для меня они будут на протяжении всего пути и надеюсь поход мой пройдет успешным в конце я планирую дойти до речки покидать спиннинг попробовать что-то поймать на микроджиг если время будет позволять то разведем костер взял небольшое количество еды пожарим что-нибудь на костре так что друзья усаживайтесь поудобней и смотрите дальше иду по тропе явно она не человеческая раньше здесь была дорога зимой конечно такого напряга нету как сейчас лес совершенно по-другому видится это друзья второе место точнее оно было первым где я планировал построить какую-то хижину тогда еще и о землянке не думал и очень плотно изучал эти места но все места изучены были зимой вот смотрите вот так вот мишка мишка добывает себе на пропитание муравейник был ну муравьишки восстановят его и таких уже большое количество на пути это говорит о том что мишаня здесь хозяйничает и по весне по последнему снегу когда я заходил сюда я видел какого-то зверя но не распознал он меня в хорошем смысле раньше заметил чем я его и возможно это был не крупный медведь вот а проверять след я особо не хотел кто это именно был но точно не лось потому что низкого роста варианции были либо медведь либо кабан да лес здесь капец как стремный пытаюсь выйти на дорогу короткий такой промежуток перехода с одной дороги на другую вот не пойму это она или это просто сейчас все больше думаю что выходить обратно буду по другой дороге так как подняться сюда без навигатора это будет проблемно ну смотрите какие лопухи вот мишаня здесь хозяйничает не по моему это не дорога сколько раз здесь ходил и постоянно блудишь ладно сейчас сверюсь с картой посмотрю где я нахожусь ну вот вышел наконец на дорогу чуть-чуть ушел в сторону от нее но в принципе я бы все равно до места пришел вот но хотелось бы не лезть по дебрям и идти по уже существующей дороге Миша иду периодически перекрикиваю довольно свежих следов не попадается оно и к лучшему блин что-то опять дорога заросла как-то непонятно след вроде колея идет да зимой тут не так зимой тут намного все просторней оказывается друзья я уже пришел дорога идет прям вдоль обрыва зимой я этого не знал сейчас подойдем ближе но еще готова это шаг шаг и шаг шаг вот здесь вот друзья отчетливо видно мишанину тропу огромные лапы промяли мох и отпечатки так сохранились вот пошел куда-то туда немного я прошел дальше по ходу вышел на другую дорогу про которую я не знал вот и она идет вдоль хребта и уходит куда-то далеко вот мне в ту сторону не надо так что отправляюсь вдоль хребта прям по краю скалы прям по мишкиным следам здесь я еще ни разу не был зимой не летом надеюсь с мишкой мы не повстречаемся ну а что будет интересно буду вам показывать вот такой здесь обрыв сосны прикольные ветки закручены можно было бы она уже сухая сильно так бы на землянку на какой-то декор взять есть а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, туда мне нужно попасть Место классное Вот здесь я снимал ролик зимний про гриль Посмотрите на канале И вот здесь у меня было желание на этом месте сделать какую-то беседку прямо на краю Офигенный вид здесь открывается Сейчас перейдем еще на соседнюю скалу Там виды еще круче Вот такая вот здесь непролазная мелкая сосна Много сухостоя Наверное, из-за того, что здесь мало влаги Хотя все покрыто толстым мхом Кстати, здесь вот видно следы мишани Вот такие вот ямки во мху Постоянно он здесь, походу, обитает Ходит Ну, здесь его владение А самое интересное Что подвигло меня сюда прийти Вот смотрите, какой белый мох Ни разу такого не видел Сейчас я вам постараюсь Показать Одну мою Находку Если она еще сохранилась Ролик Когда я снял про нее Чисто случайно Ни с какими Замыслами И ролик набрал около двух миллионов просмотров Вот он Этот знаменитый трос Который уходит в бездну Нашел я его зимой Который уходит в бездну Который уходит в бездну Который уходит в бездну Остальное Остальное Который у Path вот он привязан за такую огромную скалу вот с таким полиспасом ролик вон там вон огроменный узел и уходит он вниз сейчас я туда спущусь и покажу что на конце этого троса вот такой вот огромный тросяра таким роликом этим тросом тащили драгу которая шла чуть ниже по речке и вот цеплялись чем могли за что могли чтобы передвигать эту драгу по реке ну и мыть золото теперь это историческая ценность такой участок истории и надеюсь он здесь провисит долго и в будущем его также кто-то найдет снимет о нем видео покажет и также наберет кучу просмотров классное место и вот здесь вот огромный муравейник мишаня сюда тоже наведывается периодически видно что муравейник скорее всего по весне был раскопанным много следов вот но а мы отправляемся вниз сейчас спустимся ну и посмотрим что на конце этого троса потрясающие здесь друзья скалы нам спускаться в ущелье не знаю получится у меня спуститься летом сюда так как зимой были сугробы было проще но вижу здесь мишаня уже ходил если он спускался значит и спущусь я но место классно смотрите виды завораживают то же время пугают своей мрачной такой атмосферой надо быть очень внимательным так как довольно резкий спуск и все покрыто мохом под мохом большие камни опа и вот можно провалиться как я сейчас провалился между камней офигеть я не уверен что камера передаст вот это все здесь классно было зимой летом здесь еще круче миша поначалу было у меня желание построить здесь избушку как раз где находится трос но наличие большое наличие здесь медведя желание это у меня отбило так как территория это его смотрите что я нашел мухомор трос друзья уходит еще ниже на ступень а вот так вот он свисает сверху опять у нас здесь появилась медвежья тропа не сильно конечно она свежая но она тут есть сейчас мне нужно спуститься вот по краю скалы и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Друзья, Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мне надо вот туда Мне как раз надо пройти здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, сейчас я Непередаваемые эмоции Пережил Когда увидел эту Нору Пещеру Ну еще Нехилый спуск меня ждет Надеюсь Смогу там по низу потом пройти Неохота будет Возвращаться Наверх Наверх Живописные места Ну капец Как напряжено Такое ощущение Что идешь Прям В берлогу к медведю Периодически Попадается Попадается На пути тропа Его Вот я уже Вижу Конец троса Ну вот он друзья Тот самый трос Трос Который набрал Миллионы Просмотров Здесь у нас просто Петля Скорее всего Цепляли к этой петле Какой то Полиспас Ролик И Тянули уже Бульдозерами Эту драгу А трос Не стали снимать Так как Много сил На это было бы затрачено И в то время Это не столь ценилось Сейчас моя задача Выйти к реке Посмотреть Какой там берег Возможно Ли будет мне Пройти по берегу До нужного мне места Ну и попытаться Порыбачить Смотрите здесь На камнях Такое вот Желтое Непонятно что это Какая то Разновидность Муха И Непонятно что Такое Хорошо Такое Ну и Убираем Непонятно Непонятно Продолжение следует... Продолжение следует... Вышел как раз к броду... Вон там брод... Можно перебродить на ту сторону... И не париться... Не лезть через дебри... А по той стороне... У нас идет дорога старая... И спокойно я пройду этот участок по этому берегу... Место классное... Ну вот эта дорога... Про какую я говорил... Пока она не изучена мной... По карте я посмотрел... Протяженностью около 4 километров... До следующей точки... Цивилизации... Пишите друзья в комментариях... Кому интересно... Можно организовать... Небольшой поход... Проехать... По этой точке... Взять какую-нибудь технику... Либо... На лодке... Проплыть сплавом... По речке... Так что... Пишитесь... Ставьте лайки... Место классное... Желание побывать... Посмотреть что-то новое... Тоже есть... Главное... Ваша активность... Ну и время... Субultú... Что это ноября? Эвовints с собой... Это соустуч flee уже. Союз... Т равно... Он разговаривает... В electromagneticzil... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас дохожу до нужной мне поляны Удочку я уже приготовил Покидаем немножко Там есть неплохие ямки Если не заросло Ну и перебродим ее Речку еще раз И уже на этот раз Двинемся к дому До дороги примерно Около полутора километра Плюс километр Где-то до машины То есть два километра мне еще топать Конечно уже охота Что-то перекусить Наверное сейчас К месту выйдем Закипятим чайничек Попьем кофейку Ну и что-нибудь перекусим Дорога уходит в ту сторону Ну а заводь у нас уже вот она Мы до нее Дошли практически Да А дела-то у нас тут не очень Все заросло Тиной Вон видно малька Не знаю Увидите ли вы на камеру его Ну вот друзья Это место Здесь как видно Костровище Кто-то ночевал Возможно Ну блин Все затянуло Травой Вон там небольшие Амутки есть Ну и после переката Можно попробовать покидать Вот здесь мы как раз Зимой переезжаем ее И был у нас поход с Ромой На снегоходе Отправлялись мы вот в эту сторону Ну раз друзья есть тут Небольшой стан Здесь пока И остановимся Перекусим Костер я разводить не буду У меня с собой горелка Воду я тоже взял Так как не уверен был Будет ли чистая вода В реке Вот Тут возможно и посидеть Сейчас бревно Вот это вот поправим Можно будет сесть Заодно Соберу удочку Ну и пойдем Попробуем Покидаем Пару ямок Я здесь заметил Может что-нибудь И поймаем Попробуем 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зная, что ты гость здесь... И ощущение, что за тобой наблюдают... Ну ничего, сейчас перекусим... Заварил себе БП... Кофеек... Времени, конечно, у меня много ушло, чтобы до сюда дойти... Вот, и остается совсем мало... На все, что я задумал... Сейчас по-быстрому облавливаем... Обкидываем эти ямки... Собираемся... Ну и... В обратную дорогу... Все собрал, все убрал... Сейчас будем пробираться... На тот перекат... Блин, попробовать здесь пройти... Напомню, здесь яма была... Сапоги надо закатывать... Да... Вот опять тропа... Вполне понятно... Чья она... Да... Блин, что мне нужно снимать... со Rutлажина... Ам09, ам12, махом... 1 Aha... Мааля... Став Table... Норматив Studios... Я converts заболели в Tu... Тавель... поправняем... Мухов going в ₱... Если нужна церковь, тем можно пристать... Продолжение следует... Продолжение следует... Это у нас осина в прогрызках. Ну всё, друзья, прощаюсь с этим местом. С рыбалкой, конечно, не повезло. Покидал по ямкам, поклёвок нету. Где-то в траве там было пару всплесков, но возможности туда закинуть нету. Малька ходит много, скорее всего рыба сытая. Возможно здесь только щука, а она микроджиг. Щуку, конечно, проблематично взять. Попробовал плавающий. Плавающий тоже не показали ничего хорошего приманки. Ну, а у меня время поджимает. Ещё долгий подъём в гору. И я отправляюсь до машины. Взял, вытащил нож. Но это не для того, чтобы обороняться. Им особо ни от кого не защитишься. Вот, тарабаним. Мишаня! Чтобы дать знать, что я здесь. И чтобы не было казусов, вдруг внезапно встретиться. Видно, что натоптанная тропинка не чересчур такая уж неходимая. Но проглядывается. Вот помятая трава. Чтоб они периодически кто-то ходит. Не думаю, что ходят сюда люди. Так как пешком довольно далековато. А нынешний народ у нас ленивый. Я думаю, тропа это звериная. Так как идёт по дороге. Им довольно проще проходить. Но, кстати, зимний подъём намного тяжелее, чем летний. Мишаня! Стараюсь на каждый звук реагировать. Давать знать, что я здесь. Вот, смотрите, какой лес. Тёмный. Сейчас вот прошёл подъём. На самом подъёме пахнуло так тухлятенько. Пахнуло так тухлятенько. Мишаня! Одну радую тут попадается уже. Не первый муравейник. И они целые. Это хороший признак. Но, опять же, признак чего? Сейчас конец лета. Много ягоды. Уже поспевшей. Сюда заходил. Попадалось много брусники. Костяника. В принципе, медведю питаться есть чем. Не думаю, что он будет залазить сейчас в муравейники. Хотя я многого тоже не знаю. Блин, только сказал про муравейники. А по ту сторону дороги все исковыренные. Он, походу, по ту сторону только ходит. А я только расслабился. Мишаня! Ну, свежепримятая трава. Немного напрягает. Вот, смотрите. След свежий. Видно, что отошел. Но это смотреть, в какую сторону трава примята шел в ту сторону. Это однозначно крупное животное, потому что пятна примятой травы очень большие. и и что-то ну, Сейчас, друзья, прошел участок. Весо опять кристит. кто-то ходит, может лось и мою тропу след переходил по мятой тропе как раз в ту сторону откуда я слышал звук я пошумел звук прекратился я уже расслабился я уже вышел почти на дорогу думал срезать повернуть там как раз до самого последнего момента только хотел снять там брусника целая поляна в общем подхожу я к дороге уже надеюсь все удачно дойду тут осталось буквально метров 50 и по дороге мне еще останется полутора километра на этом буду я ролик заканчивать ролик видео какой вот у меня поход спонтанный получился планировал даже не планировал я уже выехал но уже на трассе пришла в голову идея то что планах было давно съездить сюда летом а лето у нас подходит к концу и возможности никак не удавалось по времени выгадать а сейчас вот так попало что подфортило с погоды выдался случайно свободный день я решил развернуться и ехать сюда вот в принципе цель я свою выполнил отснял неплохой материал так что всем спасибо за просмотр всем здоровья берегите себя и до встречи а и а и 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